Всем привет дорогие друзья! Прежде чем мы начнем рассматривать этот трейлер, очень важная инфа, 10 дней вы сможете играть в Street Fighter V абсолютно бесплатно в Steam, поэтому кто не решался игру попробовать, попробуйте абсолютно бесплатно и до 5 августа сумасшедшие скидки 60% на игру и еще скидочки на всякие там бандлы, ну эти вот эти вот наборы там дополнительных персонажей. В общем, имейте это в виду. Ну а мы смотрим трейлер по Хонде, Люсии и Пойзен. Итак, Хонда, сумаист из четвертой части, ну точнее он не из четвертой части, он давно был. Имейте, смотрите, давайте более детально рассматривать. У него есть вот такая вот нога, возможно даже это оверхед, я не знаю. Полеты с головой вперед, может прыгать сверху, вижу, что может отбивать, поглощать, то есть у него есть бронированные какие-то движения, может лететь сверху вниз, то есть опять же может допустим перелететь какой-то зонинг. Второй витриггер. Похоже, что это командный захват типа. Это вот движение из сумок, кстати. Первый витриггер. Судя по всему это чарджевый такой полет, который пробивает броню. Похоже, что у него не сложные инпуты. А вот и критикал арт. Избиение ладошками. Ну и конечно же дополнительная арена, вот такая вот японская то ли баня, то ли что-то такое. Далее у нас идет Люсия. Люсия у нас это какая-то смесь Чан-Ли, ноги Чан-Ли, удары Кена, то есть что-то такое. Она часто бьет ногами. То есть у нее прям, заметьте, закончился, вот несколько ударов ногами было, и в итоге комбо закончилось захватом. Вот такие приемы я люблю. Они заставляют противника оглушаться, он просто падает вниз, и его можно продолжать добивать, видите. То есть у нее прям с комбинациями все в порядке. Второй витриггер випон фьюри. Она использует дубинку, то есть вот она делает комбо, и видимо включает витриггер, и дополнительные идут у нее удары дубинкой. Плюс, скорее всего, после удара дубинкой она еще какой-то прием делает усиленный, который может противника поймать. И таким образом она комбо продлевает. Первый витриггер. Burning Fight. А, судя по всему, какие-то дополнительные огненные приемы, либо усиленные джагглы. То есть она вот ногой, когда бьет, заметьте, у нее выскочил огонек. Очень хорошие атаки. Вот это мне нравится. У нее есть перескок. То есть она может перескочить через зонинг и ударить противника с воздуха. И судя по всему, возможно, это даже плюс на блоке может иметь на каком-то расстоянии. И это комбиция явно. Это уже спайдер-мен какой-то. Второй витриггер. Токсик гламур. И написано также, что бандл, то есть набор с персонажами, выйдет 5 августа. То есть, если я правильно понял, то 5 августа можно будет купить всех разом, то есть набором. А 4-го можно будет покупать их отдельно. Ну, либо за реальные деньги, либо, я так понимаю, за файт-мания. Как обычно, я так понял. Костюмчики, естественно. Вот, кстати, вспоминаем Dead Oil Life 6. Вот справа костюм летний, summer костюм. Это же вылитая Тина, рестлерша которая, дочь баса, по-моему. Ага. Да, вот. Хонда, Люсей и Пойзен. Доступные 8-го месяца 4-го. Летний набор с костюмами. А вот, с костюмами. То есть, соответствующие костюмы и Хонда Сента Стейдж. То есть, вот эта вот банька, вот эта вот, аренка. Входит в набор 5-го числа августа. Ну, вот как-то так. Так, короче, ребята, пишем в комментариях, что думаем об этих персонажах. Какие прогнозы, что из этого все будет им бои. И что это, кто из персонажей наиболее интересен и вам понравился. Ну, и опять же, я повторяю, что 10 дней бесплатных можно играть в Street Fighter в Steam. И до 5-го августа скидочки бесченые вообще. Ну, и для совсем начинающих игроков, которые не понимают еще пока что, о чем Street Fighter, как в него играть. Давайте быстро пробежимся. Такой мини-гайд по основам игры. В игре в этой 6 ударных кнопок. В отличие, например, от того же МК, где 4. Здесь их 6. То есть, смотрите, 3 руки, легкая, средняя, тяжелая. 3 ноги, легкая, средняя и тяжелая. То же самое в приседе. Есть захват вперед. Есть захват назад. Это легкая рука плюс легкая нога. Ну, вместе надо сжать кнопки. Есть спешалы, всякие приемы. Некоторые из них нужны для того, чтобы противника зонить. То есть, на расстоянии их держать. Некоторые приемы созданы для того, чтобы, например, прессить. Там, например, у Акума есть разновидность прыжка. Несколько разновидностей прыжка с атакой, броском, с ударом, который оверхед, с ногой. Которые оверхедом не являются, но, может быть, скомбинированы как-то. Есть специальные удары нормалы, которые являются хит-конфермами, для того, чтобы было проще комбо сделать. Например, у Акума это вниз средний и стоя средняя нога. Например, вот так вот. Вот так вот. То есть, очень легко делается в комбо. Есть в стритфайтере кроссапы. Это когда, чтобы блок заблокировать удар, надо нажимать кнопку назад. То есть, от противника назад. Но когда мы перелетаем через него и бьем как бы с другой стороны, то противнику нужно уже другую кнопку зажимать. То есть, не назад, а вперед. Это вот кроссап. Удары, которые бьются как будто бы с другой стороны. Видите? Он поворачивается и удар с другой стороны наносится. Также есть некоторые приемы, которые во время начала выполнения могут иметь бессмертие. Например, вот усиленные шарюкины. Это для того делается, чтобы если вас противник пресит постоянно, не дает нормально встать. Как только поднимаетесь с земли, да, ну это, конечно, не то, делайте, допустим, шарюкин. В игре есть у каждого персонажа разные V-скиллы. Чтобы их использовать, нужно нажать среднюю руку и ногу. Ну или отдельной кнопкой назначить. Например, у Акумы это варьирование, которое может отменяться в удар рукой или в удар ногой. Причем, например, удар ногой после этого парирования. Видите, он спокойно комбинируется. Также есть, ну, для того, чтобы использовать Critical Art, то есть Суперку, у вас должно быть 3 метра энергии. Каждый метр энергии можно использовать для того, чтобы усилить прием. Любой прием можно усилить практически. Для этого, например, нужно нажать не вниз вперед рука, а вниз вперед две руки. Или то же самое с ногами. Вниз-назад нога, да, обычная Татсу. Или вот такое. Некоторые приемы, например, не имеют иммунитета к ударам на стартапе, но имеют иммунитет, например, к выстрелам каким-нибудь. Например, вот против Хадукинов можно использовать Татсу вот такое, когда вот вертишь ногой. Но как минимум у Кена и Илю это точно работает и имеет иммунитет к Прожектайлам. Прожектайл это выстрел. Вот это Прожектайл называется. Также у персонажа есть шкала Витриггера, которая заполняется, если не ошибаюсь, когда его бьют. Ну, некоторые могут заполнять ее по-своему. Например, Нэш может хватать Вискилом выстрелы и перерабатывать в Витриггер эту энергию. Витриггер используется для Ви-реверсала. Когда вас бьют, вы во время заблокированного удара, ну, после того, как вы заблокировали, нажимаете вперед и все три руки. Показать не смогу, потому что у меня на клавиатуре кнопка вперед плюс семь, плюс восемь, плюс девять не сработают. У меня, ну, старенькая клава, поэтому я могу только нажать вперед четыре, плюс пять, плюс шесть. Я на нумпадах играю. Поэтому, ну, это уже, как бы, другой вопрос. Это я, это мне новая клава нужна для этого. И Витриггеры есть, поскольку это аркет-эдишн, то Витриггеров тут две штуки. По-моему, их в аркет-эдишн добавили. Уже по два для каждого персонажа. Давайте рассмотрим второй. Он как-то попроще для новичков, мне кажется, подойдет. Витриггеры в большинстве своем можно использовать прямо во время ударов. То есть мы ударили противника, да? Например, вот так вот. И нажали Витриггер. У Акумы, например, Витриггер позволяет после спейшала делать еще другие спейшалы. Полоска Витриггера тратится. Чтобы их сделать, например, да, надо нажать усиленно. Например, мы делаем обычный Шарюкин, а потом усиленный Татсу. И это сработает. И полоска энергии не тратится. Тратится шкала Витриггера. Вот, например, мы делаем Шарюкин. У него глаз мигает, и он делает Татсу воздушное. Можно даже круче сделать. Например, можно сделать Шарюкин, Татсу, а потом вот это вот. Воздушный Хадукин. И получается очень даже приличный урон. Также эти Витриггеры позволяют избежать наказания, например, за подножку. То есть подножка и Витриггер. И нас уже не наказывают. Мы в преимуществе. Да, даже если в блок. Ну, что еще можно сказать. В игре комбо делается сложнее, чем в том же МК. Потому что, если в МК мы нажимаем там, допустим, 7, 8, 9. Там, или как там, 1, 2, 3, 4. И просто смотрим, как это все выполняется. Здесь есть определенный тайминг. Для новичков специально сделано в пятой части облегчение таймингов. То есть в пятой части тайминги более простые, чем в четвертке. Чем в четверке. Например, мы не можем просто нажимать там, средний удар рукой. Вниз средний удар рукой и удар ногой. Это не сработает. Мы должны дождаться, когда мы восстановимся. И вовремя нажать. То есть, 1, 2. 1, 2. Это надо отрабатывать. Например, 1, 2, 3. 1, 2. Вот, видите? То есть, если мы не вовремя чуть-чуть нажмем. Все. 1, 2, 3, 4. Суперка. Нужно знать, какие удары могут... Короче, все это нужно знать. То есть, есть специальные удары, которые могут противника достать в воздухе. Например, после Татсу мы не можем противника ударить обычным ударом рукой. Мы не можем его схватить. После Татсу мы можем сделать только Шарюки, например. У разных персонажей по-разному. Именно этим хорош Стритфайтер 5, что у него очень разнообразная механика. И есть многое, многое, что нужно изучать. Ну и, конечно же, нужно хорошо понимать, на каком расстоянии какими ударами бить. На ближнем мы можем безнаказанно бить короткими ударами, да? Если мы не достаем, мы можем бить средними. Мы должны знать, какие удары имеют плюс на блоке. Потому что, если противник защищается, он может вас атаковать в ответ. Например, легкий удар рукой. Плюс 2 на блоке, да? Сейф. Это очень сейфовый удар. После, например, нижнего удара рукой у Акумы, да? Можно противника сбить средним, этим легким ударом. То есть, если, например, он вас ударит Шарюкиным, попытается наказать, да? Он не сможет это сделать, видите? Ему даже ничего не вставить после этого удара. Это называется, по-моему, фрейм-трап. То есть, ловушка фреймов. Фрейм это, ну, грубо говоря, вот в одном кадре, в одном фрейме 60... В одной секунде 60 фреймов. Вот представьте, в одной секунде 60 фреймов, а этот удар имеет 3 фрейма преимущества. То есть, насколько тут такие детальные маленькие тайминги, которые нужно знать. Вот как-то так, ребята. Надеюсь, вы все поняли, заинтересовались и готовы приступать к тренировкам. Напоминаю, что игра эта доступна только для ПК и PlayStation 4. На ПК она продается в Steam. И между ПК и PS4 есть кросс-платформа. То есть, игрок на ПК может сыграть с игроком на PS4. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.